здравствуйте добрый день мы с вами начинаем новые врата из цикла вратам молитвы по книге рабящим шиндовида пинкуса и врата которые мы с вами будем изучать на этот раз врата называется крия можно их перевести как зов от слова звать и наверное будет справедливо сразу сказать что сложно охватить в одном уроке весь и все глубиной весь материал даже не только по глубине даже по количеству написанного текста поэтому не удовлетворяйтесь тем что вы прослушайте этот урок если у вас есть возможность или выйдет скоро перевод или на иврите посмотрите то что написано внутри в книге и так пишет раф пинкус так а крия и тфила шикурой адам лакадош вруху мекуах а кара брура шашем шумеалу уметох шибарурло шимидутафит барах лазин литфинато а крия этот зов когда человек обращается к всевышнему понимая две вещи во первых что качество всевышнего одно из его качеств это слушать и слышать того кто к нему обращается то есть наверняка вам встречались люди которые вы знаете они не настроены слушать другого человека или это свойство и характер или так сложились обстоятельства что так сложился у них а привычка не не готовы слышать и человек рассказываем уже понимать заранее что нет тут кто-то кто его услышит так все качество всевышнего это да слышать и слушать слушать того кто к нему обращается и во вторых второе понимание что всевышний может выполнить просьбу это в его силах в его силах выполнить то о чем его просят говорит травпин куст так есть база которая определяет вообще возможность человека того чтобы он молился или любая вещь связана с его и выполнением заповедь заповеди как что это за база это понимание того что всевышний это простая реальность это реальность в самом простом самом-самом простом понимании так как мы любим видим эту реальности стол стул небо здания машины это простая реальность не что-то очень не необыкновенно возвышенно что мы не можем понять да конечно всевышний что-то необыкновенное возвышенно что мы не можем понять и вместе с тем это совершенно он совершенно простая реальность которую надо понимать очень просто чем это человек более просто поймет и чем человек это проще поймет тем он более будет более время тем он будет более человеком и когда человек разговаривает со всевышним и всевышний благословен он слушает его точно так же как любой человек другой бы выслушал его и чем больше чем сильнее человек понимает это чем острее он это ощущает тем молитва его более естественно и тем больше у него удачи и благословения во всех его делах да несмотря на то что зов да как мы с ним кого-то зовем обращаемся ко всевышнему это в этом еще нет собственно просьбы так же как мы обращаемся к человеку мы зовем его по имени мы еще не не обосновали не высказали что мы у него просим но только его позвали а кря и лицо рмага бихдэ жаши не я нелик рято ве мухан лакшиво да позвать кого-то это только создать возможность связь между ними чтобы вообще можно было разговаривать чтобы второй человек если речь идет о человека чтобы он остановился свое внимание переключил на того кто его позор позвал ве мухан лакшивло ваз тавуа бакашауа ацака аваль айот вакрия хи акдама ли бакашаа кшура айлея הרей шегам ацам акрия צרиха шетия бенусаху бацура маэнь аматарам авокишет шеарай курэлу ламан бакашату да без штраффинкос не только сама просьба она важна но и то как человек обращается особенно если он обращается ко всевышнему то само его обращение это же само по себе тоже молитва что он уже обратился он уже создал связь между ними всевышним акрия ешбатана ацума ва сиба ля нея и почему потому что в самом зои в смысле в самом обращении уже есть у него в нем заложено в обращении причина ответить человеку например если бедняк обращается к богачу и не просто он ему говорит господин как-то некто он говорит но вы же богатый человек он сейчас к нему богач крапинкос пишет господин богач если мы снимем с этого налеты фамильярности как это звучит для нас или даже некоторого цинизма да но если по сути дела смотреть он уже к нему обратился и а донитова лев или он к нему обращается и щедрый человек да господин щедрый да во всем в этом уже обращение уже заложено и уже заложено просьба уже заложено некоторое давление да если ты богач ты должен мне помочь я же бедняк если ты щедрый значит ты можешь легко поделиться с другим а теперь аппинкос приводит пример который поможет нам ближе это ощутить например человек идет ночью по пустынной улице и у него в кармане достаточно крупная сумма денег и тут на него нападает грабитель и не только он собирается отнять у него деньги но собирается его избить и даже может быть убить и тогда что человек он кричит да помогите помогите спасите и скажем проходит рядом проезжает рядом он видит на медленной скорости полицейская машина да сначала просто кричит а спасите помогите и когда он видит полицию он кричит полиция полиция если он просто кричит то это если мы это перенесем на сферу обращения ко всевышнему то это вопль или крик да а эти врата мы говорили прошлые разы но если он обращается полиция он уже обращился кому-то конкретному тогда есть две вещи во первых он когда понял что полиция это для него символизирует людей которые следят за порядками которые могут остановить преступника на него напавшего он уже в какой-то мере испытывает облегчение еще ему не помогли еще даже может быть не остановились и не посвешили к нему но он уже знает что это возможно потому что это люди которые в их силах это сделать не просто он кричит а он говорит полиция в этом уже заложено в понимании того что ему сейчас помогут как мммаш кимашал зе в калва хомер бедону шел калва хомер ма ше ктип дихтип воевор ошем ол панав мошэ раббейно оя берге шел пахад в храдану раим рвот раппинкос такоя из хумаша когда в риев пустине они сделали зальтового тельца и всевышний разгневался на них и сказал что сказал мошэ раббейно что и в миссии еврейская народная на этом заканчивается и все на этом заканчивается они не выполнили не выполнили этот народ возложенных на на для него требований и это была страшная минута потому что мошэ раббейно понимал что они могут лишиться всего все что было до этого все что они были были в египте все десять казни то что они прошли через море и то тору которую они получили все что они завоевали все что они приобрели в духовном плане и физическом плане они стали богатыми людьми все это в одну минуту сейчас будет аннулировано уничтожено и что тогда сделал мошэ раббейно в эту страшную минуту мошэ раббейно закричал он закричал почему потому что он увидел что божественное присутствие все таки еще находилась вместе с ними не не прервалась связь со Всевышним на самом деле между Всевышним и еврейским народом божественное присутствие было и тогда что он стал он закричал воикра макара ашем да он закричал ашем кивьяхолькиумер алло алло ашем да как будто человек который кричит когда он в минуту опасности ему нужно обратиться к тому кто его спасет он стал кричать макар 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 что такое ашем да что такое имя Всевышнего это бесконечное бескрайное безграничное все что можем себе представить безграничное милосердие безграничная доброта безграничная мудрость безграничная мудрость и спасение милосердия и так же бесконечная близость и бесконечное участие и точно так же каждый который зовет Всевышнего в своей молитве особенно когда у него несчастье когда с ним случилось неприятности потому что тогда Всевышний особенно близок нему точно так же как в минуту ту страшную минуту которая была в пустыне когда почти вели были уничтожены но божественное присутствие было просто Муширабейна это чувствовал он это видел в силу своего огромного колоссального духовного величия но обычно человек этого не видит но тогда это просто надо знать и Всевышний близок к нему эйзу курияну раизу мила ашеми когда какого какой силы это может быть когда человек кричит и зовет Всевышнего а что такое Всевышний что такое имя Всевышнего это каждый понимает по своему по своему уровню по тому багажу который он приобрел до этого момента ну а может быть и через пять или через десять лет человек поймет это совсем по-другому но в тот момент так как он это понимает так он и и дает ту силу имени Всевышнего которую он понимает что 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 внутри этого понимания находится воежбезе одмашаль им шутрим элехем алиаду в лоша в рушам бимикре элау и где минуты лэмсхарам пингус развивает прошлый пример который он привел с с полицией да но мы можем взять это похожие области например и человек решил правиться да решил поплавать например в бассейне или или в море да но он знает что на самом деле он не очень хорошо плавает он может и у него может быть судорога внезапная или море холодное но все таки решил и отправиться не будем сейчас и заставь внимание то что это не на него напали это не по его воле а тут он сам отправился неважно возьмем тот момент что есть конечно спасатель на берегу которые могут его увидеть если он начал тонуть он кричит спасатели спасатели чтобы его вытащили но если он заранее спасателей этих позвал и он даже заранее оплатил им их работу да они ждут они сидят на берегу они ждут что все было с ним благополучно в море и тогда он кричит не просто спасатель он кричит мои спасатели его личные спасатели он им заранее заплатил он знает что это их работа они длил для того чтобы его спасти как бы машаля крия и точно так же в молитве мы говорим элокай элокай мой всевышний элокай да только в этом самом обращении в этом самом зови в этой крие в этом какая сила молитвы только в этом обращении уже заложена да тут ровпинкус переводит такой момент мы говорим например например тфила такая молитва есть элокай 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 чтобы он спас его от этой вещи, которую очень легко нарушить, и очень страшная эта вещь, и он им говорит, только как Элукай, ты мой Бог, ты можешь всё, ты спаси меня от этой вещи. И так вся молитва, и там в молитве есть очень много обращений ко Всевышнему, и каждое обращение ко Всевышнему, это каждое его имя, есть у этого имени особая мощь, особая сила в какой-то либо области влияния Всевышнего на наш мир. ВИНИ Теперь Авпинкус объясняет, чтобы понять, что такое связь со Всевышним и его влияние на нашу жизнь через имена, через различные потоки влияния, нужно понять, что такое вера во Всевышнего. И на икаре няна битахона мэвуар бы решоним, хумидат ми мидутав и дбарах, дека ашера, да, мбутэх башем, а льедэй зэ ни цальмиколь цара. Да, первое понимание самое, что человек, который верит во Всевышнем, верит до конца, до конца, до конца во Всевышнего, он будет спасен, он спасается от любых бед, от любых неприятностей. Кмош амру, лоих лему ла не цехкола хосимбах, помидаш Тейлим, амру маша лехад шаяли из тим, тавсу, вельку, амар, коровля, мелахани, да, приводит Тейров Пинкусы, пример из мидраж Тейлим, например, про преступника, который нападал на людей на темной дороге, да, и, наконец, его поймали, схватили многих людей, ограбили, избили, оставили ни с чем, наконец его схватили. Хотели уже избить, или даже Королевская гвардия, или даже убить его, и тут он закричал, я приближенный царя, я царский родственник. Они ему не поверили, конечно, но, может быть, кто знает, есть все-таки небольшая вероятность, что он говорит правду, что это не просто так. И они его привели к царю, и царь на него разозлился и сказал, как ты смеешь вообще говорить такие вещи, что я твой родственник, как ты можешь такую чушь говорить. И тот сказал, но царь, ну я же знаю, что ты милосерден, да и я только сказал, что твой родственник уже от меня все отступились. Неужели твоей доброты не хватит, чтобы спасти меня? И Раф Пинкус говорит, что наверняка он его спасет. Почему? Потому что он обратился к нему как к кому-то, кто в силе его простить. Он верил в то, что царь может его простить, и это в его силе, и у него есть такое желание. Почему? Потому что он назвался его родственником. Он не будет убивать человека, который настолько верит в его доброту. А филу раша аботер беашем хесет и совевену. Так есть такой стих. Телим аботер беашем хесет и совевену. Тот, кто верит во Всевышнем, верит на самом деле, его будет окражать милосердие. Савевену. От слова сивув, от слова круг. Круг или обращение. То есть вокруг него всегда он будет вращаться в милосердие. И даже если он грешник, и даже если он злодей, но он верит во Всевышнего, и он тоже будет окружен милосердием. Дэцем жес, дэцем зэ, шесамухлибо батох баашем, хи иасибали вакликабель мывукашоба ихрахта. Что само по себе то, что он верит во Всевышнем. Он верит, что Всевышний может его спасти, и что его безграничной доброты хватит даже для такого чудовищного человека, как он. Это уже само по себе причина для того, чтобы ему помогли, его спасли. Вегу иесот миесудо татура. И это правило в Торе. Что силой веры можно получить то, что человек просит от Всевышнего. Афальпиши инораулефимасам, несмотря на то, что по его поведению он не достойно это получить. Викен, бемаши амру хазаль, да еш макон ла битахон гам ла раша в лорак лицадик, а валь, а в дель гадол еш бен битахон а царих лицадик ла битахон ж царих ла раша. Да? Говорят наши мудрецты действительно, и праведник, который верит во Всевышнего, он будет получать то, что он просит. И также злодей, который верит во Всевышнего, он тоже будет окружен милосердием. Но, но есть разница между верой, которую, вера, которая существует в сердце праведника, и верой, которая существует в сердце злодея. И о чем идет речь? Речь. Да цадик гидай ла битахон гам адрега бхута. Что праведнику достаточно веры в меньшей степени, чем злодею. Почему у праведника действительно меньше веры? Если мы справниваем это со злодеем, да? Потому что на самом деле он ведет праведный образ жизни. И то, что Всевышний откликается на его просьбы, ему положено, да? Он себя хорошо ведет, себя правильно ведет, он правильный человек. Это правильно, это в порядке вещей, оберегать его и посылать ему спасение и то, в чем он нуждается. Аваль, но, злодей, и мифта к фиа сагата цадик, рабе мекрезе, ло ю вилоклюм. Если он будет верить в той же степени веры, которой верит праведник, ничего у него не выйдет, потому что то, что верит праведник, это только на уровне, что он поступил правильно и ему положено. Но ведь злодею не положено. то есть, почему владею нужно намного больше веры, намного больше. Почему? Потому что он по отношению к тому добру, который все еще может иметь, он больше опасности находится. Ему на самом деле положено наказание, а не ответ на его просьбы. Но если он действительно будет верить больше, но если он поймет, что милосердия Всевышнего хватает даже на такого злодея, как он, тогда он действительно получит то, что он просит, и он будет спасен от своих неприятностей. Дерахмаша. Цадик Абутер Башем Шейшлах Лу Парнасетон. например, праведник, который верит, что Всевышний пошлет ему пропитание. Даем имя Кирши Ашем Ирахем Аль Бру Ав Мазбеля Коль Харатсо. Достаточно ему веры, такой базисного уровня веры, что Всевышний он создал этот мир, и он всех всем своим творением посылает пропитание. Авала Раша. Бемаши Акирши Ашем и Фарнес Коль Хай. Эйн дай. Де има ли, де зе ие либо ватох, шашем и Фарнес Гаму То. Дой Кабель Края Парнасетон. Если он будет верить, на такой же уровень Всевышний создал этот мир, и он тоже среди всех созданных существует, и Всевышний ему тоже даст, если это он будет верить на таком уровне, он ничего не получит. Ше Эйн Зе Битахон. Шеарей Исот Битхон но Гум Меахар ше Ашем и Фарнес Коль Хай. Шеарей У Ацмо Хайк Муколь Хай Ахэл. Им кейн Рауй Ше Гамуй Кабель Парнасетон Мяше Вейно Кейн. Шеарей У Рашаш и Нора Ули Кабель. Да, он не может сказать, но я так же, как все живущие, тоже получу, но ведь он не просто, как все живущие, он он злодей, который приступает то, что Всевышний заповедовал, и он ему не положено получить. Но если он в своем понимании достигнет уровня того, что Всевышний в силу своей любви и в силу своего милосердия он откликается на просьбы и плохих тоже, не только хороших, но и плохих тоже. и он понимая это, верит, что Всевышний ему тоже даст достаток. Аз водай и Кабели. Тогда он действительно получит. Да, Рэй Бэмэд бутэху башем он действительно верит во Всевышнего. Вороша Годолю и чем больше он злодей, чем больше он преступник. А, тогда ему нужны больше веры и тоже уверенности в Всевышний, потому что он понимает, что даже такому нечестивцу Всевышний помогает его милосердия хватает даже для таких людей, как он. Аббал, им якир Годер и Шэтау и кир лума дзэбх шэтау блі гвул, та, но если он понимает, что он и сгэмэд и Гэсгэр ничнэнэнэм, вон он бороѣ гамал хумрат хатээв гдоли вуэфтах вэхах гам Уй кабели бо фэншэкхо гхал хумрат хатээв гдоли гэтэр тем более вера ему нужна для того, чтобы милосердие Всевышнего, оно возможно, возможности его таковы, что оно перекроет и будет сильнее, мощнее, чем преступление и разрушение, которое он сделал своими поступками. Мы возвращаемся к тому, что само по себе обращение к Всевышнему это имеет очень мощный заряд молитвы. И Равпинкус приводит высказывания мудрецов по поводу того, какого плана молитвы у них были, очень короткие молитвы, что в силу короткой молитвы, в силу обращения, это уже есть, не обязательно говорить длинными словами, иногда можно сказать очень коротко. Итак, без Аллаха, это закон, который сказали, И так он тоже сам молился, и Равпинкус приводит его молитву. Уши Ашемет Амеха, это шээрит Исраэльда, спасив, сивышны, свойнарод. Векен чем Раби Нахуния, бен Акане, Раби Нахуния, сын Акане, היה метпалел בכнисату לבית המדраш וביצиету, тфилак цара. И так Раби Нахуния, бен Акане, молился коротко молитву, когда он заходил в Дом Мучине, когда он выходил из Дом Мучине. Хайнуши, есть халут хефце של тфилак цара. Есть такое понимание, короткая молитва. Не просто короткая молитва, это как будто усечённая длинная молитва, и было бы хорошо, было бы длинной, но тут нет времени, например, у человека в опасности. Так он должен что-то коротко сказать. Или тут он, например, заходит, он говорит, да, процесс то, что он заходит, он очень быстрый, он выходит, он стоит на пороге, он выходит. Но есть сила в короткой молитве. Итак, Равпинкус рекомендует каждому из нас, когда у него непростые моменты в жизни. Пусть молится молитву простую, короткую, сильную, и отчаянную. Это очень особенная молитва, не просто так. Да, это короткая, сильная, простая молитва, она исходит из понимания, простого, ясного понимания, Всевышний со мной, он слушает меня, он сделает то, что я прошу. Если мы понимаем, что Всевышний рядом с нами, и он слышит нашу молитву. Он рядом с нами, когда человек в опасности, он рядом с нами. И отсюда естественным образом вытекает обязанность каждого человека молиться о своем друге в тот момент, когда ему требуется помощь. Естественным образом у каждого воспитанного, достойного человека, нормального. Когда он видит своего ближнего, своего друга в беде, и он может ему помочь. Естественно, что он тут же самым быстрым образом, каким только можно, он поспешит и окажет помощь, которую может оказать, которая спасет другого человека. И почти любой человек в мире, если вдруг он видит пешехода, идущего рядом с ним, вдруг тот упал, и у него начинает идти кровь, он поспешит к нему и спасет, и окажет ему первую помощь. Так же точно, если он видит своего друга, своего ближнего, своего соседа, кого-то, кого он знает, у кого очень тяжелое денежное материальное положение. то, что если бы у каждого из нас было достаточно денег ему помочь, мы бы ему дали. Ну, или, например, если у него нет возможности дать свои деньги, но он знает, что один из его близких друзей, он очень богатый человек, и он, кроме этого, очень щедрый, и он на самом деле всегда ищет, кому помочь. Он знает, что он обрадуется, если к нему обратятся с просьбой, сразу же поможет. Конечно, он бы, имея такого друга, обратился, скажет, смотри, тут такая ситуация, надо помочь. Конечно, он бы обратился. Необязательно он видит того, кого-то, что не хватает именно денег. Может быть, человеку что-то другого может не хватать, или мудрости, или понимания, или боговая зненности, или каких-то других черт, или условий жизни. Конечно, нужно просить у Всевышнего, чтобы он помог этому человеку. Валь. А в метро, есть лану, лаколихад, лаколихадмитана, оэвээра, едит нефишаварахаман. Естественно, что у каждого из нас есть близкий друг, и любящий отец, и ланэман, и аварахаман, шешу от кулам, бэядав, бэядав, ликроэлла, ворхаварэйну, шеазрэн, бухоль, машеу царих, да? Ясно, что у нас есть такой близкий друг, который может помочь, и он рад помочь. И все спасения, которые только могут быть в любой области, в любом количестве, они в его руках. Ума нефлим, шутим, дюбре хазаль. Да, и какие замечательные вещи сказали наши мудрецы. Коль шеевшан, левакеш, рахамим, аль-хавиро, в иноми, вакеш, ни крохотэ. Любой человек, который мог бы попросить милосердия для своего ближнего, и он не делает этого, называется хотэ грешником. Шенэммар, как написано гамма, но хихалила ли михто, ла шем михтал, литпалель баатхем, шимей, но секен, хрей, мимана в шах. Если человек не делает это и не просит, то либо либо у него недостаточно веры, но он не думает, что все еще на самом деле мог бы ему помочь этому человеку, либо у него наверное жестокость есть в сердце, потому что если он знает, что Всевышний может помочь этому человеку, как же он может не просить для него. Либо так, либо та, в любом случае он конечно будет хотэ грешником. Равпинкос приводит тут пример, который закон, если кто-то не злоумышленно, не специально убил другого человека. Кибаир меклатой шеп адмод коэнгадоль есть, были во время во время храма, были, были шесть, назывались они армеклат, шесть городов убежищ, которые, преступники, которые не злоумышленно убили, они могли скрыться в этих городах и никто их не мог тронуть. И сколько времени по закону они должны там находиться, пока не умрет первосвященник. такой отрезок времени. Неизвестно, это может взять год или это может взять 20 лет. Пока они умрет первосвященник, они должны там находиться. что делали мамы первосвященников? Они посылали в эти города укрытия, посылали одежду, еду людям, которые совершили незлоумышленное убийство. Для чего? Для того, чтобы они не молились, чтобы быстрее умер первосвященник. Это своего рода была тюрьма для них. Если он умер, они могут выйти, они уже не подлежат наказанию. Естественным образом они вымолились, чтобы он уже умер, чтобы они уже могли выйти. И вам первосвященник посылали им одежду, грубо говоря, задабривали их, чтобы они не молились, чтобы их дети, их сын этой мамы, чтобы он не умер, будучи первосвященником. почему такой закон, что до смерти первосвященника они должны находиться, тем самым первосвященник как бы это ставит его жизнь некоторую опасность. Ведь правда, сейчас столько людей, сколько там будут, они будут молиться, чтобы он скорее умер. это не очень здорово для человека, мягко говоря. Почему именно такое наказание? Потому что находясь на уровне первосвящения их надежды, должности, это самая высшая духовная миссия в еврейском народе в социальном плане. Они должны были молиться, чтобы не случилось такого у евреев, чтобы не случилось такого несчастья, что кто-то нечаянно не по умыслу убил другого человека. Если убил специально, то есть у этого специальная форма, как человек наказывается, но не злоумышленное убийство, они могли спастись, и они находились в городах убежищах. Но будучи первосвященником, они добыли молиться, чтобы этого не произошло, и они этого не делали. И поэтому обязала их Тора тому, что будут жить в городах убежищах убийцы и ждать, пока не умрут первосвященники. первосвященник получит свое наказание мира замиру. Блин, что не отбал он что ему не без мно для твила шел зэ. Он не молился, чтобы этого не произошло, и тогда он сам умрет. он должен был молиться, чтобы этого не произошло. Маш маш мэ фарэ шел лорак шеш хаша шару цех и палел аль коэн гад дольше ему. не только есть опасение, что тот, кто не зломышленно убил, он будет молиться о том, что уже быстрее умер первосвященник, но на самом деле рот саб из этого даже Тура как будто этого хочет, и так она организовала это все, чтобы действительно не молились, чтобы конга быстрее умер, и другой человек, который был бы более участлив к евреям, более понимал ответственность, которая возложена на него, который бы молился за них, молился за весь народ, чтобы не случилось беды, никакого несчастья. Нора давар венуке вюрет атеом. Это страшная вещь, пишет Равпинкус. Веду деврем шельбале авуда. Мипне шибне тура хемагам кен кишевет оливи вакуаним шелькол адрот. Приводит Равпинкус такую очень обязывающую вещь. Он пишет тем, кто занимается Торой, тем, кто связан с Торой, они как колено леви и как коины, которые были в свое время когда-то. и так говорит Равпинкус бархама. Коль ше еш лох леб ток бит и лех цель хахам и ваке шев лав рахам вакуаним. Любой человек, у которого есть больной, кто-то в доме болен, он должен пойти к мудрецу, чтобы мудрец он помолился за него. Почему? Потому что у мудреца есть сила отодвигать несчастье, написано, что это должен быть кто-то необыкновенно, но тот-то учит Тора, у него уже есть большая сила. Тот, кто занимается Тора, что он, как первозвещенник в свое время, как левит в свое время, мутали и тпалели ал бны норо. Те, кто учат Тора, те, кто занимается Тора, они обязаны молиться для людей своего поколения. Точно так же, как это одно, одна из обязанностей, которые были возложены на Коэнов. Точно так же, это обязанность, которая возложена на тех, кто занимается Торой. У них есть сила молиться за больных, в альколе немцы и в церковь, и о всех, кто находится в беде и в несчастье. Но если он не выполняет, не дай Бог, то, что на него возложено, то могут так сложиться обстоятельства, что кто-то другой придет ему на смену. И это сказано в нашем времени тоже. Это тоже вещь привычки, пишет Травпинку. Например, даже просто идя по улице Руэй, Иудия, Йошиббе, Кисе Гальгалим, видит человека в инвалидном кресле. О маца вахерше лиудияш робота, или любая другая форма, видит человека другого, который находится в беде. Тут же, сразу же, моментально обратиться к быстрой, простой, сильной молитве ко Всевышнему. Очень короткой, очень-очень короткой. Убехазаль машмада вар зе аяр гель пашуты целиудий шипаме. И так написано в нашем мудреце, что это была простая привычка в рейф раньше, в прежние, в прошлые времена. И Равпинкус приводит цитату. Приводит он такую вещь, даже что дерево, раньше дерево, которое, например, он был чем-то больно, что он сбрасывал плоды до того, как они созревали. И что делали? Красили это дерево определенной краской. Для чего? Смысл, знаете, это не дает ничего этому дереву. Но прохожие идут, проходят рядом с поля по тропинке и видят это дерево выкрашено, чтобы они молились за дерево, которое больно, чтобы у него прошло это, или нашли какое-то средство, или каким-то образом, чтобы кончилось это, что он сбрасывает плоды недозревшими. И тем более, тем более, тем более молиться, если уже была привычка молиться о дереве, что это было просто обиходная вещь. Если все знали, что именно так для этого кресла, то тем более о людях. И так далее. который занимается страшными вещами, тем более, тем более молиться за них. И поставить короткую молитву, чтобы Всевышний смело восстился над ними, чтобы они не докатились до беды.